Этот музыкальный инструмент на Руси пытались уничтожить и даже запретить. А все потому, что старорусские артисты с его помощью зарабатывали себе на хлеб. Несмотря на трудную историю, балалайка сохранилась. Сегодня это один из самых популярных видов струнных. В Международный день балалайки о современной жизни трехструнки узнала наша съемочная группа. Балалайка Отечественные мастера придумали свой корпус – треугольный. И круглая форма тоже сохранялась, и треугольная. Но все-таки прижилась более треугольная форма. Удобно держать в ногах ее, и она не едет никуда. И, может быть, это связано с ударами руки, потому что на добре играют медиатором. Не я выбрал балалайку, а она – меня. Так начался музыкальный путь Валерия Калинина. В 13 лет увидел у друга непопулярный среди подростков инструмент. Взял в руки. Первая мелодия, которую исполнил Валерий, стал детский хит. В траве сидел кузнечик Владимира Шаинского. И с той поры я прям загорелся вот этим звуком. Потом я вообще узнал, что у меня дед играл на балалайке. Приехал в отпуск, пришел к дедушке своему. А он у меня говорит, ты что, в училище что ли учишься? Я говорю, да. Он мне взял балалайку и начал играть. Любовь к русскому народному инструменту передалась Валерию по мужской линии. После училища пошел в институт имени Гнесиных. Еще в студенческие годы начал коллекционировать балалайки. Фабричной или ручной работы в своем классе в музыкальной школе сделал мне большую выставку из инструментов. Это балалайка фабричная. То есть делает на станках. Это завод Луначарского в Санкт-Петербурге. Но чем отличие не то, что она фабричная, здесь, видите, двойные струны. У него разлив, разлив такой между струнами. Мне нравится такой. Это аккомпанировал как раз мой дед на такой балайке. Творческим опытом Валерий делится с учениками детской музыкальной школы номер два. Здесь же и руководит оркестром народных инструментов русский лад. Места для наград уже не хватает. Сольные с оркестром Валерий завоевал областные, российские и международные грамоты. Но самый главный трофей – балалайка, на которой играл известный музыкант Борис Феоктистов. Я выпрашивал у него эту балайку, он мне не хотел ее продавать. Потом уж, когда он умер, я там у его жены приехал и купил. И вот я хотел на ней заиграть так же, как он играл. И не тут-то было, не получается. Как будто балалайка, она как будто то ли свою хозяина любит, то ли руки заточены для того, кто ее покупал. Поэтому на концертах Валерий играет на той балалайке, которую заказал у мастера. Специально для себя. Со своей персональной балалайкой он проехал всю Россию и Европу. На концертах всегда аншлаги. Ведь только этот простой инструмент может передать характер русской песни и души.